шаббат шалом дорогие друзья с вами равен каплан и мы сегодня поговорим о недельной главе торы вайра это вторая в книге шмот в ней всевышний являет себя машера бейну и обещает вывести народ из египта избавить от рабства спасти и сделать избранным народом и привести в землю которую он обещал нашим праотцам маше и арон приходит несколько раз фараону требуя от имени всевышнего отпусти народ мой чтобы он совершил мне служение в пустыне но фараон отказывается исполнить его повеление заявляю я не знаю господа после этого всевышний посылает наказание египту почему и зачем эти наказания нужны давайте попробуем разобраться сначала вода в египте превратилась в кровь затем египет подвергся нашествию лягушек остановимся на этих двух первых казнях возможно их понимание прольет немного свет на наш вопрос и поможет нам найти ответ итак первое из казней сломивших немного упрямства фараона заключалась в том что вода нила превратилась в кровь по своей природе вода холодная и мокрая кровь же напротив несет в себе жизнь тепло и энергию и мы видим что в результате этой казни так сказать холод превращается в тепло вторая казнь которую всевышний наслал на египет была нашествием лягушек которые появились из нила и распространились по всей земле египта лягушка это мокрая холоднокровное животное полная противоположность теплу и огню но во время этой казни как вы знаете лягушки прыгали даже в горячие печи эти две казни обрушились на всю территорию подвластную фараону в духовном смысле это намек на то что мы должны подчинить себе и взять в руки свое злое начало цель который стремится достичь в нас злое начало это остудить наш пыл и заставить нас равнодушно относиться к святости и это является главным направлением египетской идеологии и политики поэтому нам дорогие друзья необходимо всегда помнить что для нас жизненно важно относиться с пристрастием и душевным трепетом ко всему что связано с нашей верой и заповедями торы эта работа по пред вращению воды так сказать в кровь холода в тепло или другими словами делай добро и исполняй заповедь с другой же стороны нам важно воспитывать в себе спокойное критическое отношение к мирским делам эта работа поведет нас в направлении удались от зла и помни что в нашей жизни является целью а что средством для достижения этой цели хотя мы знаем что работа удались от зла предшествует исполнению заповеди делай добро это происходит при движении снизу вверх но когда речь идет о движении сверху вниз то порядок действий соответственно обратный сначала делай добро а только потом удались от зла и поскольку египтян наказал сам всевышний сверху вниз то первой заповедью была кровь делай добро а только потом лягушки что означает удались от зла начале второй казни говорится что пришла лягушка а позже написано много лягушек которые осложнили жизнь египтянам наши мудрецы объясняют это так что сначала появилась только одна лягушка когда ее начали бить она разделилась на двух лягушек так продолжалось до тех пор пока наконец огромное количество лягушек заселила эту землю но трудно понять как это могло произойти ведь после нескольких ударов очевидным становится что египтяне могли бы избавиться от нашествия лягушек если бы перестали их бить или убивать и тогда небольшое количество оставшихся лягушек не смогло бы создать стране столько проблем ответ на этот вопрос лежит в природе гнева тот кто действует в гневе или ярости неизбежно теряет хладнокровие и это привело к тому что египтяне без всякой причины увеличили масштабы относительно небольшой казни и по сей день дорогие друзья это приводит вспышка гнева и ссора дорогие друзья каждый день как говорят наши мудрецы мы должны выходить из египта освобождаться от проблем и привычек которые негативно изменяют наше мировоззрение и образ нашей жизни начале этого пути мы с энтузиазмом должны приближаться к святости а после остраняться от зла без гнева а наоборот с любовью мы должны стараться идти по пути который приближает нас к творцу и улучшает нас и наше общество браха вяцлаха много сил будьте здоровы шаббат шалом ваш раввин каплан